Чемпионат мира Вот основные правила игры В команде пять участников, и каждый играет своим чемпионом Место, где проходят матчи, называется «Ущелье призывателей» В ущелье есть три линии Верхняя, средняя и нижняя А между ними расположен лес Обычно один игрок идет на верхнюю, один на среднюю и двое на нижнюю Пятый игрок ходит по всему ущелью и помогает союзникам Дальше легко Цель команды — защитить свои башни и уничтожить башни врагов Добраться до базы, взорвать ее и выиграть Вроде просто Вот и нет Игра очень быстрая, и расклад сил постоянно меняется Если вдруг запутаетесь, есть два признака, чтобы определить, кто побеждает Первый — количество убийств За убийства дают золото И это круто, ведь можно покупать предметы, которые делают чемпионов сильнее Больше убийств — значит больше золота, значит больше предметов То есть убийства — это золото и предметы Короче, вы поняли Второй — уничтоженные башни Башни не только приносят золото, они защищают базы Разрушил башню, стал ближе к победе Вот только башни выпускают магические заряды И они очень опасны Наконец, монстры Ущелье кишит монстрами Но самые важные из них — это драконы и барон Это очень сильный и злобный червяк Барона можно убить только командой Зато это принесет особые награды Ага, вы уже поняли Золото тоже Это важно! Если растерялись, смотрите на командное золото Чем больше золота, тем сильнее чемпионы А значит, эта команда ведет в игре Ну, вот и все Надеюсь, теперь вам стало понятнее А если нет, не беда Просто смотрите, как побеждает любимая команда Ведь на чемпионате мира Самое главное — это победа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok